Невероятно, но факт. Золотое время Скобеева и Соловьёва и других закостенелых рупоров Кремля осталось позади. Рейтинги штатных кремлёвских пропагандистов неуклонно падают. И такая тенденция наблюдается ещё с прошлого года. К сожалению, для Владимира Рудольфовича его не смотрят. Всё, ребята, шутки кончились. Ещё недавно эти лживые рты, захватившие всё телевизионное пространство РФ, купались во всенародном внимании и, конечно же, деньгах. Мне это приносит удовольствие, и за это ещё и платят. И платят за это очень хорошо. Они ежедневно выходили в эфир с очередной порцией информационных отходов. Укра беженцев попёрли с территории Евросоюза. Слишком много едят. Давайте быстро отсюда убрали всю эту хохлятскую тварь. Ай! Чёрт твоей матери. И были уверены, что зомбоящик принадлежит только им. Ведь их политические программы были самыми популярными на Рос-ТВ. Всё подтверждено статистикой. Но спустя три года так называемой СВО, расстановка сил в телеиндустрии России кардинально изменилась. Если в первый год войны программа Владимира Соловьёва уверенно держалась в первой десятке рейтинга «Медиаскоп», то в прошлом году из ТОП-10 он вылетел. А в этом году Владимир Рудольфович рискует вылететь уже даже из второй десятки. Российские телезрители практически отказались от просмотра политических ток-шоу и переключились на развлекательный контент. Я вообще не согласна с этим. Заткнуть нас не получится по причине, которую я объявила выше. Мы подчиняемся только приказам из Кремля. Как так получилось, что реалити-шоу отправили в нокаут кремлёвских пропагандистов? Что-то сломалось. Давайте откроем матрёшку и узнаем, какие телепередачи теперь в ТОПе на Рос-ТВ. Какие нарративы они продвигают. И почему развлекательный контент является более опасным инструментом промывки мозгов, чем российские новости и бредовые речи подуставших пропагандистов? В этом году политические шоу, которые раньше пользовались зрительским спросом на Рос-ТВ, начали стремительно терять популярность. На третий год войны госканалам всё труднее привлекать аудиторию этой темой. Интерес падает логичным образом. Люди от этого устали. И, как мы видим, на каналах информационных пропаганды стало меньше значительно, чем, например, в апреле или в марте 2022 года. Впервые в истории первый канал вылетел из стройки самых популярных каналов России. Его доля по итогам первого полугодия 2024-го сократилась на четверть и составила меньше 7,5%. Также рейтинги упали у каналов «Россия-1» и «Россия-24». Гораздо меньше людей стало смотреть новостные программы. Если в первый год войны рейтинг программы «Вести» с Дмитрием Киселёвым составлял 12,17, то в 2023-м меньше десяти. Такая тенденция прослеживается с новостным контентом и на других российских каналах. Новости на Матч ТВ за последний месяц не попадали в десятку самых популярных программ не то, что на телевидении, но даже на отдельно взятом Матч ТВ. Равно как не попало туда, в том числе и путинская инаугурация на пятницу или ТНТ. То есть у людей все меньше и меньше доверия к российскому телевидению. Зато наверх идут всякие развлекательные программы, типа «Битвы экстрасенсов», типа «Прямого эфира» на «Россия-1», в котором тоже постоянно сейчас про экстрасенсов говорят. Вот эти шоу все-таки смотрят. Новостным выпускам практически россияне не доверяют. Это заметно в том числе по этим вот рейтингам. Забавно, конечно. Новости на РОС-ТВ стали настолько отдаленными от правды и от реальных событий, что скрепный народ переключился на гадалок и ясновидящих. На первом канале у нас есть Василиса Володина, бессменная вообще астрологиня нашей матушки России. Плюс у нас, оказывается, еще есть и нумеролог первого канала Кристины Геозаровой. На первом канале в том числе очень часто бывают приглашенные эксперты эзотерики. Популярность этих шарлатанов выросла в разы. А вот пропагандисты уже давно исчерпали свой лимит доверия. Россияне смотрят их программы неохотно. Но рупоры Кремля все равно продолжают бороться за место в эфирной сетке. Ну найдем другую дверку, окошко найдем, форточку, щели в полу, работаем и все равно продолжим. Пропаганда сегодня просачивается во все щели. Даже на развлекательные телеканалы. О загнивании Запада и нелегитимности Зеленского стали рассказывать уже на спортивных и мистических каналах. На Матч ТВ и ТВ-3. На пятнице и ТМТ показывали инаугурацию. На Матч ТВ приходит просто потрясающая программа, которая называется «Есть тема». Вот в программе «Есть тема» на спортивном канале Матч ТВ вчера обсуждали нелегитимность так называемого Владимира Зеленского. И никого лучше, кроме как эксперта по черепахам Алексея Журавлева, они не могли туда позвать. Вот то есть натурально стоит Журавлев, стоят еще какие-то псевдополитологи, обсуждают на спортивном канале Владимира Зеленского. Правда и здесь пропаганда, что называется, и не заходит. Труднее всех переживает кризис жанра Владимир Соловьев. Ведь телеканал «Соловьев Лайф» оказался провальным проектом. Несмотря на большие вливания государственных денег, только в 23-м году он получил полмиллиарда рублей. «Соловьев Лайф» замыкает рейтинги смотрения по данным «Медиаскоп». Хуже, чем Соловьева, смотрят, пожалуй, только мультфильмы для взрослых на телеканале «Дважды два». Журналисты провели целое расследование и могут предоставить цифры, которые подтверждают, что медиа империя Соловьева рухнула. Открываем раздел «Рейтинги». Открываем среднесуточные показатели и видим прекрасно, что канал «Соловьев Лайф» действительно находится в самом конце списка. Он находится на 31-м месте. С рейтингом вы сам видите 0,0. Доля 0,3. Это среднесуточные показатели по России. Но Владимир Рудольфович в упор отказывается объективно смотреть на реальные рейтинги своего канала. Да, это очень интересная история. Сегодня Соловьев буквально 10 минут вещал о том, какие у него прекрасные на самом деле рейтинги. При этом ссылался на компанию «Гэллоп Медиа». Ну, Соловьеву хорошо знать, что компании «Гэллоп Медиа» в России давно не существует. Есть компания «Медиаскоп», она измеряет рейтинги. Вот. И он, видимо, на нее ссылался. Так вот, Соловьев еще умудрился при этом в своем утре спутать долю и рейтинг. И говорил, что у него прекрасная доля. Но не может Соловьев смириться с тем, что он и его лживая свора осточертили телезрителям. К сожалению, иногда творческая деменция подкрадывается незапно. Тем временем уставшие от военной повестки россияне столкнулись с проблемой поиска альтернативных программ для просмотра. Ведь даже шоу «Малахова» или передача «Мужское и женское», где обычно обсуждались какие-то социальные проблемы и происходили семейные разборки, превратились в разговоры о важном. То есть разговоры о так называемой СВО. «Ворон» — это символ между жизнью и смертью. На войне зачастую так и происходит. То есть боремся за жизнь, обходя гонокольными путями смерти. Милитаризировалось даже поле чудес с его несменным ведущим Леонидом Якубовичем. В итоге российские телезрители начали переходить на каналы, где крутят сериалы и кино. К примеру, «Пятый канал» увеличил долю на 2% и попал в топ-3 просмотров. Также огромной популярностью начали пользоваться каналы, которые транслируют в основном развлекательный контент. То есть есть пропаганда, есть развлечение. А на каналах с развлечениями все равно мы видим пропаганду, ее каким-то образом встраивают. То есть, наверное, лучше всех это получается у ТНТ. Кстати, именно ТНТ по итогам первого полугодия 2024-го стал самым востребованным телеканалом России. По данным аналитической компании «Мэдиоскоп», в январе-марте доля канала в его целевой аудитории от 14 до 44 лет составила 8,36%, что на 10% превышает результат 2022 года – 7,58%. Но не думайте, что на этом канале нет никакой пропаганды. Она есть. Просто ее запаковали в блестящую обертку и приправили юмором. Давай, короче, телевидение просвещай. Что там у нас сегодня? Шоу Уоли, которое пришло на смену вечернему Урганту, продвигает кремлевскую повестку. В гости приходят лояльные к путинскому режиму артисты, которые поддерживают так называемую СВО. А ведущие часто шутят о загнивающем Западе, критикуют его лидеров, знаменитостей и представителей ЛГБТ-САО. Ну, чем вам не и вечер с Владимиром Соловьевым? Ну, вот посмотрите, да, прошло Евровидение. Это вообще что? Европа что-то смеет говорить о христианстве? Когда Европа говорит о каких-то ценностях, каких-то правилах? Каких? Какие у Европы ценности? Быть сатанистами и пи***ем? Судьба Содома и Гамора. Развлекательный контент на российском телевидении на самом деле очень даже политизированный. Он активно продвигает кремлевские нарративы и поддерживает политику путинского режима. В том числе и ту, которая направлена на повышение демографии в стране. Эту тему продвигает и камеди-клаб на ТНТ. И проект «Беременна в 45» от телеканала «Ю», который внушает русским бабам, что рожать никогда не поздно. Конечно, приняли. Точнее, Путин принял раньше за них. По секрету, сам скажу. Да. Потому что армии РФ катастрофически не хватает фронтового мяса. И пополнять запасы штормовых отрядов зомбоящик призывает не только взрослых женщин, но и малолеток. Яркий пример шоу «Беременна в 16». Он мне говорил, хочу ребенка, хочу ребенка. Хотя так месяца два было. Я отказывался. Говорил, ну рано еще слишком. Потом я понял, что он очень сильно хочет. Ну я такой, ну ладно, почему бы и нет? Если хочешь, давай. Мы с Артуром регулярно занимались любовью, но у нас никак не получалось. В какой-то момент я уже отчаялась, но тут у меня началась задержка. Я сразу пошла в аптеку и купила тест на беременность. Он оказался положительным. Я очень обрадовалась и решила рассказать об этом Артуру. Обычно в таком возрасте девушки радуются, что окончили школу с хорошими отметками и поступили в университет. Но в России поводы для радости другие. Те, которые навязала им власть через зомбоящик. И пока россияне погружаются в мир развлекательных шоу и увлекаются подглядыванием за чужими жизнями, они не замечают, что происходит в их собственной реальности. И путинскую власть это вполне устраивает. Ведь она может спокойно продолжать обворовывать свой народ и набивать собственные карманы, прикрываясь войной и турбулентными временами в стране, обвиняя во всех бедах мифических укронацистов и ненавистный Запад. Субтитры создавал DimaTorzok